Ребята, всем привет! С вами на канале Евгений Радист. И сегодня я хочу с вами поговорить про систему удаленного видеонаблюдения, IP-камеры, регистраторы. Казалось бы, все так просто. Купил камеру, подключил ее и все работает. Но не все так ровненько и не так на поверхности. Выясняется при общении с нашими посетителями, что есть серьезное непонимание. Люди часто переплачивают, покупают какие-то камеры за бешеные средства. Это совершенно ни к чему. В целом ряде случаев, вообще я бы даже сказал, в подавляющем количестве случаев достаточно купить недорогую камеру, чтобы уже удовлетворить все потребности по удаленному видеонаблюдению. И давайте сегодня разложим по полочкам, с чего начинать выбор. То есть на что опираться, что нужно использовать при выборе, какие аргументы. А что считать лишним и на что не обращать внимания. Поехали, начнем. Ну, вначале, конечно, нужно понимать, у нас будет уличная камера или комнатная камера. Если уличную можно поставить дома, то домашнюю камеру, безусловно, на улицу вы не поставите. Она не имеет модуля подогрева, она не защищена от влажности, она быстро выйдет из строя. Основной момент, который в первую очередь должен нас беспокоить, это что мы хотим увидеть в камеру. А именно, нам нужен широкий угол обзора. То есть мы должны понимать, что в каком-то большом секторе мы хотим видеть, условно говоря, там двор или прилегающую территорию к дому. И в этом случае, опять же, мы отдаем отчет тому, что при таком широком угле обзора, там 90 градусов или тем более больше, камера не сможет давать нам хорошую детализацию. То есть мы не сможем приблизить оцифрованное видео или там не сможем сделать хороший зум и увидеть какие-то детали. Или наоборот, нам нужно увидеть какие-то определенные ракурсы, скажем там, въездные ворота, входную калитку, чтобы мы хорошо различали лица, в том числе и ночью, да. В этом случае нужна камера уже с углом обзора поуже, например, там 50 градусов, может быть даже 40 градусов, в определенных ситуациях еще уже. И в этом случае, конечно, мы уже можем рассчитывать на детализацию, потому что мы сможем делать хорошее приближение и увидеть номер автомобиля, увидеть лицо человека, разобрать его и прочие детали. Также нужно учитывать, на что мы будем вести запись. Это очень частое заблуждение. Здесь давайте чуть повнимательнее разберемся. Почти все говорят, что мы хотим запись в облако. Безусловно, есть недорогие камеры, там в районе 4-5-6 тысяч рублей, уличная камера с хорошим качеством картинки, HD-качество, и при этом она будет писать в облако. Давайте разберемся, у нас же ведь объект удаленный, например, да, это дача, какой-то гараж, загородный дом, какой-то офис, где-то, допустим, где нет источника постоянного интернета. И мы подвязываемся к какому-то мобильному интернету, опять же, через что? Через там мобильный роутер, через какой-то USB модем, LTE, 4G, там, или 3G, может быть даже. И вот в этом случае надо понимать то, что не будет стабильного канала. И может случиться так, что в определенный момент времени вы смотрите архив, который камера писала в облако, и что называется, бац, то нужный кадр она и не записала, потому что интернет моргнул, так сказать, было замирание, и нужный файл не записался. Поэтому мне очень нравится, когда камера, кроме облака, может писать на карту памяти, то есть в самой камере есть слот для карты памяти, и мы имеем к нему удаленный доступ, да, можем посмотреть не только онлайн-картинку, но и архив с этой карты памяти. Или уже более сложное решение, ну, сложное в кавычках, его совершенно нетрудно организовать, когда у нас несколько камер, там, более двух, и тогда уже вставится регистратор, и также камера и, или, да, то есть она может писать только на регистратор, или дублировать на регистратор, и на облако, и также на карту памяти. Вот последний вариант с регистратором, он наиболее предпочтителен, но это уже будет более затратно по финансам, потому что придется покупать, а, регистратор, б, нужно будет покупать, собственно, еще жесткий диск к нему. Это, грубо говоря, так вот, примерно 5000 рублей на регистратор вы тратите, и примерно, там, 3-4-5 тысяч рублей вы тратите на жесткий диск. Это тоже учитывайте. Конечно, нужно также еще понимать, а что будет обеспечивать удаленный доступ камеры. То есть мы можем взять, допустим, IP-камеру, которая, или IP-камеры, которые подключены к нашему роутеру, к нашему модему, находящемуся в этом же помещении, и в этом случае, конечно, у нас получается дополнительный расход. Мы, опять же, покупаем сам роутер, покупаем модем, покупаем к нему сим-карту и оплачиваем все это. Если это, допустим, какая-то строительная площадка, то также мы не забываем, что все это оборудование нужно как-то сделать герметичным. В этом случае еще добавляем туда какой-то гермобокс, который, опять же, там в районе 1500 рублей примерно, да, он будет тоже стоить. В этом случае, конечно, уже можно взять за основу какой-то недорогой USB-модем, подключенный, опять же, к недорогому Wi-Fi-роутеру. Все это находится внутри герметичного бокса, скажем, на строительном столбе, например, вашем, да, а выше уже висит камера, и эта камера вам дает онлайн-картинку и архив, опять же, вы смотрите архив, если есть возможность писать запись архива на карту памяти. Также еще учитывайте при выборе, как будет камера связываться с этим источником интернета. В данном случае может быть вариант связи по Wi-Fi, в этом случае в камере должен быть Wi-Fi-модуль, и мы не тянем никаких проводов, а камера по Wi-Fi в радиусе там 20-30 метров, как правило, примерно такие расстояния, может быть удалена от источника интернета, то есть роутер где-то в доме, где-то в строительной бытовке, а уже на расстоянии 20-30 метров от этого источника интернета, расположена наша камера или наши камеры. Второй вариант это питание, не питание, вернее, а связь этой камеры через UTP-кабель. В этом смысле уже мы к каждой камере должны протянуть этот UTP-кабель, и, соответственно, подать питание, например, через систему POE. То есть у нас может быть камера, опять же, со встроенным POE-сплиттером, да, тут, ребята, извините, без технических терминов не обойдешься, либо внешний POE-сплиттер. Я сейчас вам покажу, как это выглядит. Соответственно, тут уже нет никаких задач по наличию розетки около самой камеры, а достаточно протянуть туда UTP-кабель. И в этом смысле у нас все остается дома, то есть у нас источник питания дома, а до камеры идет только лишь UTP-кабель. Это обычная компьютерная витая пара, кому непонятно, что такое UTP. Обычная компьютерная витая пара. Пришел туда этот кабель и подключается к этой камере. Все, камера уже имеет питание и она имеет связь по этому кабелю с вашим, опять же, домашним компьютером или домашним, значит, маршрутизатором. То есть то, откуда идет источник интернета. Вот у меня в руках такой, надеюсь, в кадре будет видно, это, собственно, сам UTP, значит, POE-инжектор, да. У нас сюда подключается, значит, патч-корд от домашнего роутера. Значит, дальше, вот сюда, вернее, подключается, да. Это уже идет кабель, который пошел к камере, а сюда подключается, соответственно, блок питания, там, на 9 или на 12 вольт. Потом приходит все это дело на POE-инжектор, и уже наверху у нас, соответственно, идет вот эта часть в камеру, да, а эта часть, опять же, пошла туда вниз, к нашему, значит, источнику питания. В такой ситуации уже у вас может быть, например, какой-то внизу, скажем, мощный POE-инжектор в виде, например, IP-видеорегистратора, на котором 4 или 8 портов имеют достаточное питание. И тогда уже от этого регистратора идет вот это количество, которое вы хотите, проводов к каждой камере, и каждая камера имеет свое питание. Около камеры не нужно ставить розетку 220 вольт, и, соответственно, опять же, от этой камеры пошел уже сигнал на этот регистратор. Вот эта схема, она чуть сложнее, но она имеет свое применение в тех случаях, когда у вас 2, 3, 4, 5 камер, и, конечно, будет трудно и проблематично к каждой камере тянуть розетку 220 вольт. Также, ребята, учитывайте возможности камеры по ночной записи. Как правило, инфракрасные радары, которые встроены в камеру наблюдения, обеспечивают зону работы этой камеры приблизительно где-то на 20-30 метров. То есть на максимальном расстоянии 20-30 метров уже ночью человека будет видно плохо. Но при этом камера будет, опять же, недорогой. Есть камеры, которые имеют мощную подсветку, они, как правило, обозначены в технических характеристиках, и это тоже учитывайте при выборе. То есть если вам нужно, допустим, чтобы на расстоянии 50-60 или, может быть, даже 100 метров вы видели, что кто-то пошел, кто-то поехал, и у вас там какая-то глухая деревня или закрытый склад без освещения, какие-то условия, где абсолютно темнота, тогда берите камеры, на которых есть мощная радарная подсветка для ночного обзора. Да, конечно, возникает вопрос, может быть, имеет смысл вообще отказаться от внешнего источника интернета, Wi-Fi роутера, модема, и купить сразу камеру, которая может работать с сим-картой, так называемой 3G-камеры или 4G-камера удаленного видеонаблюдения. Да, безусловно, такое есть, такие камеры есть. Но, во-первых, ценник, да, там уже не будет камеры за 5000 рублей. Я думаю, что если на сегодняшнем этапе вы посмотрите по рынку, то более-менее приличная камера на 2 мегапикселя, чтобы она поддерживала HD-картинку, хорошее качество, то такая камера будет стоить примерно где-то 15+. То есть 15, 17, 19, 4G-камера, может быть, даже больше, тысяч рублей. То есть это заметно. Плюс ко всему, не надо забывать, что вам придется для каждой камеры покупать свою сим-карту и оплачивать отдельно абонентскую плату. Поэтому, если камера одна, все в порядке, можно такое рассмотреть. Если камер несколько, опять же, лучше вернуться к IP-камерам, и уже эти IP-камеры завязаны на единственный источник интернета, и вы только за него платите. Плюс ко всему, от этого источника интернета вы можете брать интернет для каких-то своих нужд и, соответственно, выходить в интернет с помощью ваших телефонов, модемов, смартфонов и так далее. Конечно, здесь есть определенный минус, потому что выбор IP-камер достаточно большой, а вот выбор 3G, 4G-камер, он, как правило, небольшой. И вы становитесь неким заложником, когда вам предлагают 2, 3, 5 камер с функцией сим-карты, и уже среди них вы выбираете, и целого ряда функций вы можете не получить. Поэтому, может быть, опять же, имеет смысл рассмотреть камеру IP, выбор которых огромный, и эта IP-камера уже подключена по Wi-Fi или проводом UTP-шным к обычному вашему Wi-Fi роутеру. Вопрос в том, будет ли камера с функцией поворота, или это статичная камера, а также с функцией зума, или это будет стационарный объектив, он достаточно такой дискуссионный, потому что в целом ряде случаев поворотная камера не нужна. Ведь понимаете, какая история? Вы, когда удаленно управляете камерой, все происходит достаточно такой заметной задержкой. То есть вы камеру поворачиваете, она через какое-то количество секунд, или, может быть, даже в зависимости от скорости интернета, большего количества времени, начинает поворот, возвращаться опять там задержка. И не всегда это нужно. Как правило, мы должны с вами понимать, что я хочу видеть в кадре. Картинку перед думом. Зачем нам нужна поворотная камера? Какой смысл переплачивать? Поскольку ведь поворотная камера в среднем, опять же, ну, более-менее такая народная, бюджетная поворотная камера, это уже 10-12 тысяч рублей. По поводу зума. Опять же, надо понимать, что цифровой зум, ну, это все весело, но это не очень хорошее качество. Оптический зум, это недешево, потому что хорошая оптика, стеклянная, конечно, должна быть оптика, но это уже будет дорого. И камера с более-менее хорошим оптическим зумом, она будет стоить, ну, примерно, где-то в районе, там, от 16 тысяч рублей. Опять же, говорю по поводу цен, не с какого-то, там, китайского сайта, где нет никакой технической поддержки и так далее, а про наши магазины, которые у вас, грубо говоря, перед вами, в интернете вы можете их найти, и вам оказывают техническую поддержку. То есть камера все та же, как бы, китайская, но она уже брендирована каким-то магазином, да, и эта камера имеет техническую поддержку. Это очень часто бывает большим плюсом вот когда. Вы установили камеру, у вас все начинает работать, но вдруг вы понимаете, что отклик идет очень долго. То есть вы нажали на экран смартфона или компьютера удаленно, посмотреть картинку или архив, камера кружится, кружится, колесико кружится, и у вас никак не появляется картинка. В этом случае нужно связаться с продавцом камеры, чтобы он связался с, значит, разработчиком, и на сервере увеличили ширину полосы. В условиях обычного такого китайского рынка, когда вы покупаете, опять же, с китайского сайта камеру, я не уверен, что такое вам предложат. А вот в условиях нормальных таких брендовых продавцов, их очень много, конечно, такой сервис есть и действительно подтягивает. Вот если много жалоб, люди приобрели камеру, какая-то новая модель, изначально все работает, потом начинает тупить, что мы называемся, да, то мы обращаемся и просим поднять нам канал, и китайцы реагируют и уже расширяют канал, тем самым на сервере идет больше, быстрее отклик, и камера начинает работать достойно, с хорошим качеством. Очень интересная тема по поводу скрытого наблюдения. Бывают такие вопросы, когда человек звонит и говорит, я хочу, допустим, камеру замаскированную под датчик движения, камеру замаскированную там под какой-то датчик дыма на потолке и так далее. Ребята, с этим будьте очень осторожны, это совершенно незаконно. И если вы, опять же, находите где-то на китайских сайтах такие предложения, то будьте готовы к тому, что на почте на вас защелкнут наручники. Я совершенно не шучу. Поэтому от этого, конечно, отказывайтесь. Возможные камеры, которые замаскированы под зажигалки, под какие-то брелоки там и так далее, это все незаконно, такие камеры использовать нельзя. А вот, например, просто потолочная камера, да, или настенная камера 180 градусов, это очень интересная тема. Понятно, что с такой камеры вы не получите хорошую детальную картинку, там, вы не сможете увидеть абсолютные мелочи, там, скажем, купюру на столе, там, и так далее. Вы это не увидите, какая там купюра. Но общую картинку она даст. Причем такая камера может стоить, там, 4-5 тысяч рублей. У нас на сайте, посмотрите, есть такие камеры. Могу дать ссылочку на описание, посмотреть. Очень интересно. Звук, ночное видение. На потолке висит камера. Значит, вы удаленно просматриваете, прослушиваете все помещение. Смотрите архив, в ней есть карточка памяти. При этом 360 градусов делится на 4 сектора по 90 градусов, да. Значит, и вы можете удаленно делить эти сектора и смотреть. Только один сектор, только другой, третий, там, да. И также вы можете еще смотреть общую такую шаровидную картиночку. Я, кстати, в это видео вставлю сейчас такую панорамочку, чтобы вы могли примерно посмотреть, что такое. Там, на примере, наверное, камера 180 градусов. Я покажу. У нас в техническом офисе есть такая камера, вот в этом, где я сейчас нахожусь. И вы можете понять и оценить качество картинки с такой камерой. Но перед этим давайте еще два слова скажем по поводу видеонаблюдения в автомобиле или за автомобилями, там, за грузами и так далее. Есть интересные, небольшого размера камеры с поддержкой SIM-карт, как правило, 3G, 4G, когда вы можете установить камеру, допустим, на внутренний борт вашего грузового автомобиля или, скажем, на какую-то внешнюю сторону вашего автомобиля. Может быть, даже в салоне, если это легковой автомобиль, направить ее вперед. Как видеорегистратор, по сути дела, можете ее использовать. При этом камера имеет функцию удаленного просмотра онлайн-картинки и просмотра архива 3G, 4G камеры. Такая модель будет иметь цену примерно в районе 17, 18, 19 тысяч рублей. Это совершенно недешево, я понимаю прекрасно. Но при таком небольшом размере и таком функционале это очень здорово. Если вы можете понимать, где находится ваш автомобиль, где он двигается, вы можете видеть картинку с этой камеры. Главное, чтобы эта камера находилась в тех местах, где есть радиопокрытие 3G, 4G того оператора, чья сим-карта установлена в эту камеру. Тоже имейте в виду, такие вещи используют еще, знаете, кто? У кого всевозможные, такие как агитплощадки, или театральные деятели, когда выезжает машина с каким-то театром или что-то еще. И нужно, чтобы вы могли удаленно просматривать, что происходит с артистами и так далее. Это один из вариантов. И вы всегда, опять же, удаленно можете видеть онлайн-картинку и запись архива с такой камеры. Ну вот, ребят, давайте посмотрим. Вот сейчас у нас есть как раз превьюшечка с такой камеры, да? Вот это с моего смартфона видео. И мы сейчас вызовем этот кадр в режиме онлайн, да? Соответственно, посмотрим, что он из себя представляет. Вот она картиночка, 180 градусов, камера стоит вверху. Я сейчас даже ради эксперимента выйду в кадр. Вы меня увидите, что называется, всем привет. И вот такая небольшая площадка, которая полностью перед нами. То есть, что мы можем сделать? Мы можем здесь вот таким образом раздвинуть кадр. Видите, как интересно? И я могу поворачивать его влево, да, до упора, и вправо до упора. И, соответственно, у нас получается общая картинка. Ну, немножечко вверх, немножечко вниз. Общая картиночка получается у нас 300, извините, 180 градусов. То есть, вверх и вниз здесь срезан. И есть аналогичная камера, которая может делать подобные вещи, но уже с потолка, когда мы с вами, значит, имеем полностью угол обзора 360 градусов. И в этом смысле уже сверху одной камерой вы можете полностью обозревать территорию, допустим, одного небольшого офиса. Ну, вот, ребята, еще одну картиночку хочу показать вам. Превьюшка сейчас в центре кадра. Это, собственно, то же самое помещение. Прямо в режиме онлайн мы его открываем. Это уже камера поворотная. Вот сейчас я камеру двигаю вниз, просто пальцем по экрану провожу, да. Допустим, немножечко поворачиваю вправо, да, немножечко поворачиваю влево. То есть в данном случае у нас с вами уже получается более четкий кадр, да. Мы можем немножечко так приблизить его, чтобы там увидеть более, так сказать, детально. И также поднять качество. Сейчас вот в левом нижнем углу у нас кнопочка SD. Давайте позовем сейчас HD качество. Сменим качество HD. Сейчас оно немножечко у нас подгрузится. Все есть. И видите, уже намного четче, да. Вот то же самое, но уже более четко мы все видим. А, это у нас камера поворачивается, да. То есть я ее немножечко вращаю туда-сюда. И она у нас вращается. Ну вот просто сравнили, чтобы вы... Я понимаю, что YouTube, конечно, будет срезать качество, это все ясно. Но сам, так сказать, результат, саму работу, вы видите, пожалуйста, время, все в кадре, все есть. Ребята, и вот мне очень хочется показать вам камеру, которая работает в режиме 3G. Вот опять же, смотрите, время с предыдущим сравниванием. Это прямо сейчас камера находится на даче, показывает въездную зону, то есть там вороты у нас, да, забор. Вот до ворот у нас приблизительно 20 метров. И вот видите, насколько освещение хорошее. Вот я даже сейчас опять приближаю, HD качество стоит, да. У нас вот такое достойное качество. То есть мы явно увидим как человека, так и машину в условиях полной темноты. И у нас сейчас на улице уже совершенно полная ночь, там видно, да, немножечко фонарики там на улице горят и так далее. Вот такая камера, ну просто опять же, чтобы было понимание, что это такое. Это совершенно земные деньги, там в районе 5000 рублей стоит эта камера. Она с Wi-Fi, с картой памятью. Там камера 180 градусов, которая была в кадре, там она в районе 4000 рублей стоит. Поворотные камеры офисные в районе 6000 рублей. То есть вот такие вот бюджеты и вот такое, ребята, достойное качество, значит, картиночки с таких камер. Ребята, ну вот такая вводная часть, она, к сожалению, как обычно у меня не получается очень компактной. Я уж старался сделать не сильно размазанный ролик, но тут очень много нюансов. Меня интересует вот что. Если вам эта тема интересна по видеонаблюдению, я готов поделиться своим опытом. В этой части тоже он имеется, он многолетний. Здесь есть много нюансов. Я сейчас осветил такие основные проблемы. То есть вот на что опираться, на что обращать внимание, что нужно, что не нужно. Если эта тема вам интересна, пожалуйста, напишите под этим роликом, что вас интересует. Какие камеры вы бы хотели установить, в какие бюджеты вписаться. Я с удовольствием сделаю серию видеороликов на тему удаленного видеонаблюдения по вот таким камерам, регистраторам и так далее. Пожалуйста, если вам понравилось это видео, а я очень надеюсь, ставьте лайк. Всего доброго и всех благ. До свидания. С вами был Евгений Радист. С вами был Игорь Негода.